Российские женщины всегда славились своей хлебосольностью. В нашей стране принято вкусно готовить, накрывать богатые столы, угощать родных и близких различными блюдами. Отдельного внимания заслуживают заготовки к зиме. Так называемые разного рода соленья и варенья. Идея организовать кулинарный конкурс для хозяюших своих домашних погребков возникла у члена Совета ветеранов Ленинского округа Валентины Медведковой. Я сама хозяйка, я сама участвовала в номинациях, я могла и во всех участвовать. Мне это всегда очень дело нравилось. И я решила поинтересоваться, а как же остальные тоже делают, же пожилые люди заготовки для своих семей, для своих внуков. Поэтому вот возникла эта идея. Кулинарный конкурс «Видная хозяюшка» был организован совместно с Союзом женщин Подмосковья. В нем приняло участие 11 женщин, которые представили 27 заготовок. Мне посчастливилось войти в состав жюри конкурса. Пробуем то, что подготовили участницы. Оцениваем и вносим свои баллы в специально подготовленную таблицу по 10-бальной шкале. Заготовки оценивались в пяти номинациях. Салаты из овощей, микс, куда вошли различные домашние приправы и соусы, джемы и варенье и оригинальный рецепт. Все работы были выполнены на высоком уровне. Решить, кто лучше, было непросто. После долгой и вкусной дегустации члены жюри объявили результаты. Одной из победительниц стала Надежда Илюхина. Ее маринованный перец покорил сердца президиума. Конкурс замечательный. Проводить его нужно почаще, потому что все довольны. У нас очень много хозяйств, которые занимаются заготовками. У кого есть участки, они всегда довольны. Я занимаюсь заготовками очень долго, поэтому, может быть, оно получается и достаточно вкусным. Победе рады? Конечно. Приз зрительских симпатий достался видному хозяину, единственному участнику мужчине, который представил на конкурс варенье из клубники. Оно отличалось умеренной сладостью и сохранившейся формой клубники. Дело в том, что любые ягоды, яблоки, сливы, клубника, все для того, чтобы перед началом варенья, они должны полежать в сахаре, ну, где-то часов 5-6. И потом они задубеют. И потом варить можно срок год, они уже не развариваются. В планах у организаторов кулинарного конкурса «Видная хозяюшка» в январе сделать еще одно похожее мероприятие. Конкурс под названием «Рождественский пирог, рождественский торт». Поэтому мы приглашаем всех жителей района принять участие в этом новом конкурсе. Приходите, это и интересно. Кстати, мы распространяем рецепты, так что можно получить рецепт. Конкурс «Видная хозяюшка» стал еще одним проектом программы «Активное долголетие», с логотипом которой победители во всех номинациях получили красивые фартуки. Они непременно станут отличным подспорьем в хозяйстве. Юлия Погосян, Грил Иванов, Ольга Садовская. «Видное ТВ».